Открытая студия Первого Ярославского продолжает свою работу в рамках международного экономического форума. И сейчас наш гость, генеральный директор компании «Дюрасл Раши» Юрий Евгеньевич Каратаев. Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Очень приятно. В Ярославской области принята новая экологическая политика. Принята она по поручению губернатора Ярославской области Дмитрия Мироновой. И как раз таки сегодняшнее подписанное соглашение очень грамотно вписывалось именно в общую концепцию. Что подразумевает это соглашение? Это соглашение подразумевает следующее. Сегодня мы подписали трехстороннее соглашение между Ярославской областью, переработчиком компании «Энек» и нашей компанией «Дюрасл Раши». И смысл его в следующем. Потому что мы хотим простроить устойчивую инфраструктуру для сбора батарей, для дальнейшей утилизации Ярославской области. Вот его смысл. Как это будет работать в Ярославской области? Будет работать следующим образом. Предоставят бесплатное пользование контейнера в три основные направления, которые будут собирать батарейки. Первое – это розничные магазины. Второе – это школы и офисы. Третье – ЖКХ. И таким образом мы начнем на постоянной основе собирать батарейки для дальнейшей утилизации. И сможем достигнуть поставленных задач порядка 60% сбора до 2024 года. Юрий Евгеньевич, в целом в России насколько развита эта инфраструктура? На данный момент инфраструктура развивается. И на данный момент «Дюрасл» уже поставил порядка 600 контейнеров по всей стране. Но этого явно недостаточно. И у нас в данный момент есть возможность значительно масштабировать в рамках одного региона Ярославской области. И значительно наполнить уже существующую инфраструктуру значительно большим количеством контейнеров. Вообще, насколько серьезен урон? Насколько серьезен вред от батареек? Я хотел бы, может быть, развернуть в позитив ваш вопрос и сказать, что батарейки при утилизации дают жизнь большому количеству вторичных материалов. Такие как цинк, марганец, железо, графит, которые потом могут и будут использоваться как в металлургической промышленности, так и во многих других. Поэтому сбор батареек для дальнейшей утилизации – это очень правильная, полезная вещь. То есть мы получаем некие преимущества от этого? Все верно. Батарейки содержат в себе большое количество нужных веществ, которые потом используются, в частности, в металлургической промышленности. А если посмотреть вообще на карту всей планеты, где эта инфраструктура сейчас, в каких странах очень развита, с кого можно брать правильный пример? В первую очередь можно говорить о опыте европейских стран, где имеется устойчивая инфраструктура по сбору батареек, и также ряд других стран. Но в первую очередь мы обращаем свой взор в те страны, где эта инфраструктура уже простроена. Это европейские страны. Евгений Евгеньевич, расскажите о программе на этом форуме. Знаю, что она очень насыщенная у вас. Все верно. Мы на форуме обсуждаем большое количество проектов и двигаем наш экологический проект вперед. Смысл в масштабах всей страны – это простроить инфраструктуру для сбора батареек для дальнейшей утилизации. Евгений Евгеньевич, я благодарю вас за интересную беседу и желаю удачи в вашей работе. Спасибо огромное. Спасибо большое. И напомню, гостем открытой студии был генеральный директор компании «Диросол Раша» Юрий Каратаев. Спасибо.